Всем сообщили, что у нас идет запись. Итак, у нас сегодня конференция, еще раз повторяю, по результатам событий в Анапе. Большинство людей, которые сегодня у нас присутствуют, либо были, либо смотрели в записи. Хочется подытожить, хочется поделиться новостями. И самое главное, я как раз сказал, сейчас для записи повторю, что в результате этого мероприятия была у меня команда СУФЭ. Ребята большие молодцы, приехали именно познакомиться с компанией. Еще ничего не знали практически, 15 человек команда приехала, и им так понравилось все, что они видели. И прочувствовали, поняли и бизнес, и маркетинг, и лидеров, и основателей, и администрацию, что включившись в работу, буквально за несколько дней, которые прошли после конференции, уже сделали оборот более полумиллиона долларов. И не останавливаются, двигаются дальше. Уверен, что там будут и квартиры, и машины, и миллионеры. Вот я от всего сердца желаю вам, кто в этот раз не смог приехать, больше мероприятий не пропускать. Особенно сейчас много чего будет интересного, об этом мы сегодня поговорим. Вот, ну а начнем мы с того, что эмоциями и что получили от выезда, поделятся ребята, которые были, которые сегодня присутствуют на конференции. Берите микрофончик, представляйтесь, говорите, с какого города, и буквально 2-3 минуты вам слово. Добрый день, если можно, я выскажусь. Меня зовут Ахмед, я из Махачкалы. Вот, были на мероприятиях в Анапе, мероприятиях. Конечно, большое спасибо организаторам, все было организовано очень хорошо, на уровне высоком, и хочется поблагодарить команду, и Лючуракова, и всю команду Дао за такую организацию. Ну, по результатам мероприятия, мероприятие, конечно, если так сказать, очень взрывает мозг количеством информации и возможностями, и перспективами развития на этой платформе, да, возможностью заработать на этой платформе. Поэтому, я думаю, что вот такие мероприятия, как в Анапе, ну, наверное, они будут и в других регионах, в других странах проходить, да, как бы это и запланировано все. Вот, очень-очень положительную динамику для развития компаний дает. Масса информации, вот сейчас в Махачкале сидим, вот эту информацию все опять же пересматриваем, пересматриваем, смотрим, дополнительно изучаем, как бы, да, чтобы все понять, потому что за один день это все вот так вот, такая куча хорошей информации, скажем так, о нашем проекте переварить просто не получается. У меня остались очень хорошие впечатления, и, насколько я знаю, вот у всей нашей команды, которая из Махачкалы приезжала, да, они загорелись, они, как бы, сейчас стараются усилить свои команды, развить свою структуру, сделать апгрейд пакетов, вот. Поэтому, я думаю, это очень сильный толчок мероприятия в Анапе нам дал. Супер, супер, спасибо, спасибо. Рад был тебя там видеть. Кто еще, ребят? Сергей, можно мне? Конечно, конечно. Добрый вечер всем. Мустафа Агабала, Дагестан, город Кизляр, наставник Марат Курбанов. Ну, естественно, любое мероприятие – это всегда ожидание. Из опыта знаю, что каждое мероприятие такого подобного рода – это сверка курса. То есть люди выезжают посмотреть и свериться, а правильно ли ты идешь, правильно ли ты развиваешься, в том ли направлении ты развиваешься, нежели компания. Я с первых дней увидел в Дао серьезность, масштабность и что-то такое новое. Вот опыт есть, да, большой стаж, опыт. Но вот такого крупного, как бы сказать, в ногу со временем организации я пока вот еще не видел. Радует то, что слаженно работает команда, команда логистика. Я имею опыт логистического такого направления и был приятно удивлен, как работают молодые ребята. Организация всего мероприятия на высшем уровне. Мне также понравились приглашенные коучи. Особенно я хочу выделить Серика. Серик просто за душу берет его путь, его история. Его история как бы показывает, что из ничего ты можешь себя создать сам. То есть если в тебе живет страсть и есть желание что-либо изменить в жизни, то жизнь всегда готова тебе помочь. Я воочию там видел, я наблюдал очень много молодых организованных команд. Ребята передвигаются к команде. И наша дагестанская команда была не исключением. Приятно было видеть очень много наших людей и нас замечали там. Хочу сказать пару вещей о промо. Есть промо. Просто хотелось бы попросить вот в лице вас и сегодня обратиться к вам, чтобы было чуть-чуть больше конкретики. Объявляется промо. Не всегда, не каждый из нас знает маленькие пунктики. И проделывал работу, чтобы люди имели удовольствие получить то, что они ожидали. Меня очень сильно как бы зацепило, будем говорить, эко-технопарк. Мне очень приятно. И я вновь, как многие годы назад, как юноша, загорелся. И очень хочется сильно успеть поделать огромную работу. И, естественно, получить прописку на этой улице в поселке Веселково. Веселково или как там правильно, я не знаю. Не помню. Впечатляют размеры, масштабы. И я вот сейчас, когда говорю со своими друзьями, я говорю, это город даже не 21 век. Это город где-то 3-го тысячелетия, 22 век. Все, что говорилось об этом городе, вот просто заставляет вновь писать, писать, писать цели, ставить и идти упорно к этой цели. Ну и я думаю и уверен в том, что с вашей стороны нашей команде будет оказана помощь, уделена внимание. И вот, как заметили, Марат старается для того, чтобы команда не остыла. Тут же, как бы, чуть-чуть, немножечко времени проходит на переосмысление. И в наш город, к нам, в республику, приедет целая команда во главе с основателем Ильей Чураковым. Я надеюсь, и вы будете среди этих гостей. Среди тех людей, кто нам приедет помогать. Ну, как бы вот... Обязательно. Вот не хочу воровать время у других спикеров. То есть я, несмотря на свой возраст, он мне уже под 60, я по-юношески, как бы, вот, горю желанием, горю. Во мне столько энергии хочется созидать, работать и передать вот именно то состояние. Ну, там не было 50 лет, я тоже произвела. Ведь правду говорят, что... Вот постпромоушен для чего? Для того, чтобы передать то состояние, которое ты переживал в зале. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, обратиться к тем партнерам, кто не был. Ребята, посещайте мероприятия, всячески максимально старайтесь быть там, где что-то происходит глобальное. Я на этом все, прощаюсь, всего вам хорошего. Спасибо большое. Ребята, у меня просьба ко всем. Включите, пожалуйста, у кого есть камеры, камеры. А то у нас, кроме Татьяны, там практически никто не включает. Вот, большие молодцы. Хочется видеть ваши глаза. Не надо стесняться. У меня камера есть, я просто сейчас во дворе. Вот она я. Я не хотел представить вам в таком виде. Не важно, где вы находитесь. Ты прекрасен. Всем привет. Всем привет. Вот я. Да, мы тебя какими видели, все хорошо, не переживай. И, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю команду из Махачкалы, потому что Марат молодец, он привез одну из самых больших команд на мероприятие. И не случайно именно к вам отправляется Илья Чураков. Вот очень важна командная именно работа, потому что, когда мы работаем командой, мы получаем результат в 10 раз больше и со стороны компаний, и со стороны лидеров, и со стороны руководства, и это, в свою очередь, дает свои плоды. И сегодня у нас, кстати, здесь присутствует еще один очень большой лидер, человек, которого, наверное, одна из самых больших команд была на этом мероприятии. Это Дмитрий Корчагин, наш с вами тоже по спонсорской линии наставник. И мне хотелось бы сейчас передать ему слово. Он уже находится в Сочи. И, кстати, я его очень просил тоже приехать в Махачкалу. И вот перед тем, как я ему передам слово, для вас, для всех такая информация. Смотрите, сразу сейчас у нас с Димой и с лидерами будет большое турне по городам. Я сейчас назову даты, назову, какие города. Вы посмотрите, возможно, у вас в этих городах есть люди. Возможно, у вас в этих городах есть потенциальные. Соответственно, приглашайте их на эти даты. У нас будет в каждом городе презентация, и сразу будет обучение. Соответственно, не могу под руками найти. Дим, если у тебя список есть, зачитаешь тогда, ладно? Да, 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 список есть. Да, тогда, Дим, тебе слово. Окей, привет всем, привет, команда. Рад видеть снова с кем-то, знакомились уже на мероприятии. Скажу от себя, ребят, на самом деле, очень важно посещать мероприятия. Почему? Потому что, как сказали ребята, которые уже выступали, давали свою обратку по поводу мероприятия. Почему важно быть на мероприятии? Важно на мероприятии быть, потому что, когда ты находишься у себя в городе, находишься в регионе, находишься в полях, и ты работаешь, вроде максимально развиваешься с точки зрения того, как ты это умеешь со своей скоростью. Но есть одно прекрасное но. Когда ты работаешь в полях, в себя в регионе, понимаешь, что ты, по факту, в принципе, ты один. Ну, потому что видишь только себя, ты видишь свои действия, видишь свой результат. И вроде как бы круто, да, у тебя есть команда, но по факту ты думаешь, что, блин, а кто-нибудь еще что-нибудь делает, помимо меня, вообще в других регионах, в других странах, в других городах. И когда ты приезжаешь на мероприятие, первое, что ты видишь, ты видишь людей, которые объединены одной целью, одной идеей, и они, соответственно, понимают, и ты начинаешь понимать, что вау, как круто, когда я со своей стороны, в своем регионе, в своем городе, в своей стране, неважно, делаю какие-то маленькие шаги для того, чтобы прийти к какому-то результату, и ты четко понимаешь, что где-то в другой стороне, в городе, регионе, такие же люди, ничем от меня не отличавшиеся, с такой же идеей, с таким же четким пониманием, делать абсолютно такие же маленькие шаги, что это глобально, суммарно, если все взять на мероприятии, видно, какой глобальный большой результат делает каждый из вас. Поэтому, в первую очередь, я хочу благодарить всех, всю команду, кто, соответственно, был на мероприятии, потому что, на самом деле, это очень важно. Это важно для того, чтобы, во-первых, вы получили информацию, для того, чтобы вы понимали, где вы находитесь, потому что, на сегодняшний день, есть четкое понимание, что этот проект, в котором находимся сегодня мы с вами, это тот проект, который, на самом деле, с большой, с большим перспективом, возможно, вообще перевернет, не знаю, как от криптоиндустрии, закачивая мультивелл маркетингом, потому что, на сегодняшний день, компания дает очень большие возможности, в принципе, для любого человека, реально начать уже улучшать качество жизни, использовать те или иные инструменты, либо используя возможность и опыт наставников для того, чтобы прийти к этим результатам. И, исходя из этого, пока у нас было время, мы встретились со всеми лидерами в Анапе и обговорили очень интересную идею о том, что пора запускать по регионам и городам, где есть активные партнеры, запускать ряд постоянных событий для того, чтобы это все поставить на поток, чтобы в дальнейшем вам в ваших регионах либо городах было максимально удобно, максимально комфортно и, соответственно, результативно делать тот бизнес, которым вы, возможно, занимаетесь уже активно, возможно, вы только к этому стремитесь, либо к этому приходите. Поэтому я сейчас зачитаю те города и даты, которые, соответственно, мы уже обговорили. И, соответственно, после этого я там еще немного о себя уже скажу. Так, сейчас я открою заметки. Заметки турне. Так, сейчас. Так, Серег, у нас же там Уфа. Немного мы сдвинули, да, по датам. Сейчас я открою переписку с тобой. 15-16 Уфа. 15-16. Так, смотрите, Уфа, ориентир, это 15-16 июля. То есть мы вместе с лидерским составом выезжаем туда на два дня. Первый день это будет, соответственно, проходить презентация, на который вы можете максимально сработаться, понимая, что к вам едут в регион лидеры с очень большим опытом, хорошим результатом. И этот кейс нужно использовать по максимуму, как бы, такой бизнес-модель, по которой, в принципе, идут все. Вот, но здесь моменты, это скорость без каких-то действий. Дим, тебя очень плохо слышно. Окей, сейчас нормально, может, просто не дай миг закрыл. Да. Тебя слышно? Там не вопрос, что ты микрофон закрываешь, у тебя, видно, связь подплывает немножко и прерывается. Слушай, возможно, потому что у меня 3G висит, вот, но, ладно, тогда ближе к теме. Уфа. Это видео отключи, если 3G, чтобы лучше слышно было. Пусть тебя будет не видно, но за то, чтобы слышно было. Давай, давай, сейчас. Так, все. Смотрите, ребят, Уфа, это 15-16 июля. Потом следующий город, это Екатеринбург, ориентир, это 18-19 июля. Махачкала с 20 по 22, Грозный с 23 по 24 июля. Питер с 26 по 27 июля. И Москва, это заключительный уже, скажем, город в турне, это 4-5 августа. То есть примерно ориентир по датам сейчас такой. Вот, возможно, если появятся какие-то города, соответственно, возможно, расширять, то есть вместе с вами она просто... Нам нужно вместе с вами помочь вам сработаться в ваших регионах максимально эффективно, максимально быстро, поэтому мы приняли решение, что мы проедемся со всеми нашими топ-лидерами по этим странам, по этим городам, соответственно, и поможем вам включиться в работу. То есть по факту ваша задача, она проста. Максимально сработаться на то, чтобы на презентацию пришли и не только активные ваши партнеры, либо ключевые ваши партнеры, но и максимально сработаться на то, чтобы ваши потенциальные партнеры, тех, кому вы рассказывали, либо вы хотите рассказать о той иной индустрии, в которой вы находитесь, максимально позвать людей. То есть от того, что чем больше мы соберем зал, тем после презентации гораздо проще вам будет запускаться в этом регионе, даже если у вас какого-то колоссального большого движения еще в этом или ином регионе нет. Соответственно, мы сделаем как? Первый день мы делаем презентацию, второй день это будет школа для партнеров, то есть туда могут попасть только партнеры. Соответственно, те люди, которых вы пригласите, если они хотят получить уже первоначальные какие-то знания, какие-то фишки, плюшки для того, чтобы с первого дня жизни в бизнесе совместно с вами стартануть и сделать себе хороший результат, они должны быть партнерами даже на минималке, на самом минимальном пакете, но они должны быть, а, они должны быть партнерами, б, у них должен быть интерес, соответственно, к развитию, и, соответственно, ц, найти время и желание для того, чтобы постоянно обучаться. То есть в таком формате мы проведем турны по городам, если по времени у нас все будет ок, и ситуация, то, что сейчас происходит во всех городах, сильно не будет усугубаться, тогда мы просто в дальнейшем сделаем повторный круг по этим же регионам, для того, чтобы закрепить движение в ваших регионах. За это время мы будем смотреть, кто в вашем регионе более-менее ответственный и активный партнер, для того, чтобы его оставить уже как ключевым партнером, чтобы после вот этих вот двух кругов турне можно было запустить на поток постоянные, пусть небольшие, но постоянные школы и постоянные презентации в ваших регионах. Это способствует тому, что вы сможете максимально и быстро... Так, Дим, ты пропал. Алло, алло, да-да-да. Вот, сейчас появился. В общем, наша задача и акцент у наших лидеров один, и он простой. Максимально сработаться на те регионы, где есть обратная связь, есть люди, которые действительно сегодня говорят о том, что да, я хочу разобраться в этой системе, да, я хочу устаканиться в этой системе, я хочу сделать очень хороший результат и себе, и своим людям, и своим близким. И то есть мы сейчас будем делать максимально уклонный акцент как раз-таки на вот эти вот события. Еще в информационный канал я в свой сейчас это все оформлю и выложу, соответственно, предварительные даты по турне. И если вы находитесь там в том или ином регионе и готовы нам помогать в организации мероприятий, будем очень рады, потому что любая поддержка, это когда есть поддержка, это очень круто. Вот, пишите мне, будем с вами состыковываться, договариваться, обговаривать, что нам надо на мероприятии, какой нам зал, примерно плюс-минус, и, соответственно, будем от этого уже отталкиваться и делать максимально все, чтобы ваш бизнес процветал вместе с нами. Дима, не слышно, слышно, только пальчиком. Да, собака, да, у меня тут с ума сходит. В общем, в принципе, я, все, что я хотел, самое, это благодарность тем, кто был на мероприятии, соответственно, сказать о том, что мы готовимся к турне, и мы очень плотно к нему готовимся, мы хотим выложиться по максимуму для того, чтобы, соответственно, было очень все четко, очень все круто, соответственно, зарядим, расскажем, покажем, поможем, то есть, как бы, поэтому акцент сейчас делаем как раз-таки на структуру, поэтому, ребят, берите, пользуйтесь этой возможностью, максимально срабатывайтесь на все презентации, даже если вы находитесь в одном регионе, но в другом регионе проходит презентация, и вы об этом знаете, у вас будет достаточно времени для того, чтобы сработаться там, чтобы, соответственно, запустить дополнительное, чтобы у вас еще, как бы, и не было, и руки туда еще, пока мы с ней дошли. Да, спасибо, Дим. Ну, смотрите, я вот сейчас смотрю, почти никто не записывает. Я сейчас буду давать стратегию и рекомендую взять вам прям ручку, тетрадку и себе нарисовать стратегическую линию, что вам делать в ближайшее время, и как делать, и зачем делать, потому что это очень важно. С мероприятия в Анапе, по большому счету, компания перешла на новый уровень. Вернее, даже так, не перешла, а начала переходить. Как Илья Чураков сказал, мы начинаем строить DAO Consensus 2.0. В чем отличие? DAO Consensus 1.0 мы в основном формировали сообщества, мы привлекали энтузиастов, мы привлекали инвестиции, и мы давали возможность сообществу, ну, немножко разобраться в криптоэкономике, разобраться, куда идет цифровая экономика, научиться делать какие-то элементарные шаги и зарабатывать два источника пассивного дохода. На росте токена SENS и на росте токена CONS, и второй источник дохода – это дивидендная составляющая, или, как правильно говорить, это даже не дивиденды, потому что у нас не банк, а это базовый доход на ваши инвестиции. Соответственно, уже отработали два квартала. Кстати, я вас все хочу, пользуюсь случаем, поздравить. Компания начала уже начислять за второй квартал прибыль и на SENS, и на CONS, и примерно 70% людей уже в своих кабинетах увидят начисление, то есть они уже начислены. Это начисление идет примерно 17 центов на SENS и 60 долларов на CONS. Так что вы можете примерно посчитать прибыль, какую получите, а кто-то уже получил. Соответственно, 2.0. В чем отличие? Мы плавно начинаем переходить на смарт-контракты и на блокчейн. То есть сейчас вся структура переносится на блокчейн, все данные переносятся на смарт-контракты, и, соответственно, теперь все будет происходить в автоматическом режиме. Соответственно, в рамках этого турне мы уже будем показывать, как это работает на практике, как нужно настроить кабинет. Вход в кабинет будет через MetaMask. Вам всем говорили, что установите кошелек MetaMask. Вчера было обучение, как это делается, как устанавливается кошелек MetaMask. Надеюсь, вы все смотрели, кто не смотрел, посмотрите в записи. Соответственно, вход в кабинет будет через MetaMask. Соответственно, комиссионные тоже будут начисляться прямо на кошелек MetaMask. То есть будет кнопочка вывести, и вы выводите, и сразу этими деньгами можете пользоваться. Переход будет в два этапа. Здесь паниковать не надо, что, может, кто-то думает, а я ничего не знаю, я только вчера посмотрел, или еще даже, может, кто-то не установил кошелек MetaMask. Переход будет в два этапа. Этап первый. Вам дадут возможность подключиться к кабинету, к новому уже кабинету через кошелек MetaMask, и днем поиграться. То есть вы там сможете через, скажем так, игровые USD-токены покупать товары в магазине, смотреть, как это работает, покупать пакеты, видеть, как начисляются комиссионные, видеть, как работает кабинет. Но это все будет такая тестовая версия, где вы можете поиграться. После этого примерно будет 2-3 недели. Когда все поиграются, посмотрят, как это работает, научат своих партнеров, после этого будет на день-два остановка. То есть с кабинетами работать нельзя будет. Все данные из старых кабинетов полностью переведут в новые кабинеты. И вот после этого начнется боевая работа на новых кабинетах. Соответственно, плюс будет запущена внутренняя биржа. Соответственно, все токены, которые вы будете покупать, сенсы, я имею в виду в новых пакетах, вот сейчас они попадают в кабинет, уже будут попадать на ваши кошельки. Соответственно, все комиссионные будут начисляться напрямую. Все покупки, которые будут в магазинах, которые находятся на маркетплейсе, автоматически зачисляться в обороты, учитываться в ваших квалификациях и давать вам доход по всей структуре. То есть представьте, люди ходят в магазины, покупают какие-то товары или услуги, а вы с этого получаете денежку и получаете объем в квалификацию. Соответственно, будет возможность участвовать в фондах, будет возможность участвовать в запуске компаний на акселераторе. Вот сегодня, например, очередной бизнес на акселераторе запущен. Я думал, Дима немножко про него расскажет. Соответственно, токены выросли до 2000 в цене. Представляете, то есть партнеры могли войти по 25 долларов, сейчас они стоят около 2000. Это токен, через который можно будет дополнительно участвовать в разных проектах. Дальше стратегию рассказываю. После этого у нас будет мероприятие в Сочи. Вот тебе запишите сейчас даты. С первого числа, вы уже, наверное, видели в официальных новостях, с первого числа будет 4 потока. 4 потока, каждый поток примерно по неделе, по 40 человек. И очень рекомендую, ребят, вот неважно, были вы в Анапе, не были в Анапе, особенно если не были, быть именно на этом обучении. Потому что на этом обучении будут готовиться топы компаний, то есть люди, через которых будет компания в ближайшие годы развиваться. Соответственно, у этих людей будет возможность, первое, открывать офисы, потому что, по большому счету, этих людей готовят для того, чтобы они передавали свои знания в регионах. Соответственно, у них будет право открывать офисы. Во-вторых, компания готовит к запуску воронки соцсетей, через которые будут идти люди. Соответственно, этих людей будут направлять на тех, кто прошел обучение, и на их команды. Соответственно, цель компании дальше проведет вот это событие, вернее, не событие даже, а обучение месячное практически. В конце августа, тоже запишите себе, примерно где-то в 28 августа, будет мероприятие в Сочи. Будет мероприятие в Сочи. Как бы подведение итогов, финалочка такая, где уже многие вещи, о которых мы сейчас говорим, маркетплейс, фонды, акселератор уже будут работать и давать, ну, дали первую прибыль, показали, да, то есть уже будут люди, которые прошли обучение, и начнется после этого массовое открытие офисов по стране. То есть наша задача до конца года открыть не менее 50 офисов в разных городах страны. Соответственно, вы в своих городах, вот кто сейчас здесь присутствует, тоже открывать будете офисы. Почему это важно? Потому что у нас сейчас коллаборация с государством, и на базе этих офисов будет идти государственная программа обучения населения цифровой экономике. Соответственно, многие компании будут шерстить и закрывать, которые сейчас криптой занимаются, да, а у нас будет государственная поддержка и зеленый свет. И те люди, которые как раз имеют право и получат право после обучения открывать офисы, очень сильно выиграют по сравнению со всеми остальными. Дальше. Через месяц, в сентябре, у нас будет мероприятие в Дубае. И с этого мероприятия у нас запускается следующий этап компании, это международное развитие. Запускается уже не внутренняя, а внешняя биржа. Токены сенс будут торговаться в парах на внешней бирже. Соответственно, там придет большой приток внешних инвесторов. И вот там имеет смысл, раньше токены никому не рекомендую продавать, то есть начинать уже капитализировать свою прибыль. Следующий очень важный момент. После мероприятия в Дубае обучение начнется в Кампусе. Ребята, у кого-то микрофон включен, пожалуйста. Так, вот так по. Спасибо. После мероприятия в Дубае, там будет очень мощное мероприятие, по большому счету, запуск международного рынка. И сразу начнется обучение прямо в Дубае. Вот такое же, как было в Сочи, но в Дубае. С акцентом уже, где большая часть людей, которые будут проходить обучение, это как раз люди с зарубежного рынка. Начнем массовое открытие офисов уже по другим странам. То есть вот такая краткая стратегия развития компании, которая нас с вами ожидает. И вот здесь очень важно, ребят, кто-то из вас скажет, ой, мне некогда было посмотреть ролик, ой, мне некогда было посмотреть новости, и вообще мне некогда за всем следить. Не надо потом выносить мозг своему наставнику, там, расскажи мне то, расскажи это, он вам ничего рассказывать не будет. Для этого и есть мероприятие компании, для этого и есть Дао Медиа, для этого и есть социальные сети, все ролики на Ютубе есть, следите за новостями сами. То есть у вас сейчас единственный шанс не отстать от уходящего поезда, это не просто там заскочить в последний вагон, а заскочить и не выскочить на ближайшей станции. То есть в этом поезде находиться. Потому что развитие будет идти очень быстро, и пропущенные вами мероприятия какие-то, то есть вы будете просто отставать, люди будут там зарабатывать на каких-то проектах, например, акселератора, делать иксы, считать и подводить прибыль, а вы в лучшем случае будете просто получать дивиденды по сенсам и по консам. Конечно, это тоже неплохо, и, кстати, я всех поздравляю, кто сейчас получил, но это не то, что вы могли бы получить, находясь в проекте 100%, да, строя команду, формируя сеть. Вот я на событии как раз выступал, показывал, и кто не видел, посмотрите обязательно мой ролик презентационный, да, даже если вы приглашаете 10 человек по 10 долларов со смешными деньгами входом, да, вы к концу года можете построить сообщество больше 100 тысяч человек. А эти люди каждый день ходят в магазины, каждый день делают покупки, каждый день будут во что-то инвестировать, каждый день будут увеличивать свои активы, и со всего этого вы будете получать прибыль. Каждый из них будет подключать магазины, и вы с этого будете получать прибыль. Соответственно, бизнес будет расти с очень большой скоростью, не отставайте. И, соответственно, на школах, вот по мероприятию, когда мы будем турне делать, на школах мы будем обучать как раз, как работать с кабинетом, как работать с биржами, как включаться в те или иные проекты, которые включаются через акселератор. Потому что самый смысл в них включаться, не когда они уже гремят, и все про них говорят, когда токен уже там, допустим, 2000 долларов стоит, а заходить на старте. То есть у наших партнеров всегда будет возможность приходить даже не на старте, а на предстарте. Когда вы по льготной цене с дисконтом в 10 раз, в 20 раз, в 50 раз можете получить те или иные токены. Более того, когда мы запустим свою пару токенов, которые, в принципе, позволят генерировать другие токены. Кстати, я об этом сейчас хочу отдельно рассказать, тоже себе прям запишите. Вы видели сейчас, токены Sense можно поставить на депозит и получать по ним доход, базовую доходность. То есть от 3 до 7% в месяц, в зависимости от того, на какой срок вы поставили депозит. Все видели это? Уже в бэк-офисах кнопочки появились. То есть этим можно пользоваться. Но не спешите все токены туда заливать. Почему? Потому что будет еще две возможности, когда мы запустим биржу, перейдем на блокчейн. Будет возможность, первая, на токены Sense приобретать токены Cons. Это первая возможность. И вторая, токены Sense в паре с другими токенами размещать на фарминг, чтобы они вам генерировали токены Cons и другие токены проектов акселератора. То есть они вам будут, как курочка, нести золотые яйца. Поэтому подумайте, распределяйте, и распределяйте, на что бы вы хотели потратить. Потому что, ребят, просьба еще раз всем отключать микрофоны. Да, спасибо. Поэтому, кто хочет, может поставить токены на депозит. И, кстати, токены Sense, которые есть сейчас до перехода на блокчейн, эти токены внутренние. Если вы их хотите превратить в токены на блокчейне, то есть есть два способа. То есть первый способ, это как раз поставить их на депозит, и они автоматически перейдут. Либо покупать токены после того, как мы будем на бирже, они уже будут прям появляться на бирже. Либо поставить потом на фарминг. Вот. Поэтому, сейчас у вас есть и та возможность, и другая, и третья. Можете воспользоваться любой из возможностей. И у нас благодаря депозиту появляется еще один источник пассивного дохода для тех, кто хочет просто инвестиции. Вот всегда есть люди, которые говорят, я сеть строить не хочу. Хотя это сейчас самое сладкое, что можно делать в DAO. Но, тем не менее, такая возможность тоже есть. То есть они могут купить пакет, токены отправить на депозит и получать от 3 до 7% в месяц. В зависимости от того, на какой срок депозита они поставили токены. Вот. Вот это кратко, чем хотелось поделиться. Остальные новости, кто не смотрел, обязательно посмотрите презентацию, которая шла из Анапы, запись обоих дней. Кто не смотрел, как открывать кошелек на Метамаске, посмотрите тоже. И, соответственно, теперь, если есть вопросы, давайте. У нас 10 минут есть. Я еще с удовольствием отвечу на вопросы. Сергей, я же правильно поняла, я была в Анапе. Я очень благодарю себя и вас всех за то, что мы там создали и за то, что там создала DAO. Я ведь правильно поняла, что на Сенсово дивиденды больше начисляться не будут. То есть они дополнительные, вот эти, получается, то, что мы их как депозит делаем, вот этот процент, это и будет на них начисляться. Да? Просто сейчас как бы, чтобы не было двойного понимания тех, кто смотрит записи. Абсолютно верно. Вот эти проценты, которые получили все абсолютно владельцы токенов Сенс, это последний раз. То есть со следующие все доходы по токенам Сенс, они будут либо через депозиты, и вы можете разместить на депозиты, получать, либо можете участвовать в программах фарминга. Запись второго дня уже есть на ютубе, Юрий. Там спрашивают. Запись второго дня есть на ютубе, да. Кто не смотрел, обязательно смотрите. Вообще, я сейчас очень рекомендую быть на связи со спонсорами. Если что-то непонятно, спрашивайте, чтобы у вас не было ничего непонятного в голове. Потому что в начале кажется, ну вообще все сложно, непонятно. Особенно многие люди, где вчера Олега смотрели и думали, блин, это какая-то высшая математика, это никогда не освоят. Но когда два-три раза посмотрите, при этом в руках держите телефон, ставите на паузу и это повторяете, и происходит магия. Все становится так легко и понятно. Но самое прикольное, что вы входите в один процент населения, который начинает разбираться в криптоэкономике. Потому что рано или поздно всех людей заставят этим заниматься. Потому что у государства программа запуска второго рубля уже начиная с января следующего года. И это будут насильно... Серега, да. Смотри, у нас, ребят, у нас сейчас с нами на нашей командной клонерке есть один из очень крутых, очень мощных лидеров. Это, в принципе, ваш вышестоящий наставник, который идет выше Сергея. Это Олег Нефедев. Я вот хочу ему дать слово, потому что он показал как раз-таки тот момент, что просто важно верить и понимать, куда мы идем, по простой причине, что это обычный парень, хороший душевный парень, который не имеет богатого, большого опыта в сетевой индустрии построения команд, за маленький промежуток времени создал очень большую оборотку, большую команду. Я вот хочу, он тоже был на мероприятии, я вот хочу, чтобы, соответственно, дать ему слово немного, чтобы он поделился своим видением, как он слетал, что он понял, что он видел, и, соответственно, свой посыл, это тоже очень-очень важно. Причем, как бы он вместе с нами, так же сам, как Сергей, как и я, будет вместе с нами ездить по турне в тем городах, которые мы прописали, естественно, к вам, поэтому давай дадим ему быстренько слово. Вот, я думаю, как бы ему, в любом случае, есть еще сказать. Давай. Ребят, всем привет. Значит, я, во-первых, всех поздравляю с тем, что мы провели это мероприятие в Анапе. Я очень рад тому, что мы переходим на новый уровень. И самое главное, я хотел сказать спасибо огромное своим наставникам когда-то, это Дмитрию Корчагину, Сергею Савичу, который не побоялся и пошел за мной за неопытным парнем, который откликнулся на мое предложение и тем самым он сам себя завел в ту тему, которая приносит ему теперь офигенный доход. От себя хочу сказать лично, что, ребят, я зашел на очень скромный пакет. Я работал 24 на 7. До сих пор работаю, многие об этом знают. И те, кто сейчас в чате находится с нами на Zoom, многие знают, что мы до сих пор работаем просто сутки без сна, без всего, но это можно сделать. Единственное, самое главное, нужно слушать своих вышестоящих ребят. Они очень умные ребята. Они уже давно в этой теме, давно уже в индустрии. И поэтому у вас сейчас есть огромная возможность на сейчас таких несколько человек, которым нужно просто взять и прислушаться и делать все, что вам говорят. не нужно выдумать велосипеды там и еще что-то. Просто прислушайтесь и мы, поверьте, сделаем все, чтобы у вас был ваш результат. Офигенный, такой же, как у меня и даже больше. Это все возможно. Ребят, всем желаю хорошего дня и обязательно будьте, пожалуйста, на наших презентациях, на наших мероприятиях, которые мы даем и будьте на ближайших мероприятиях. Обязательно ждем вас в лагере. Ждем, чтобы вы всему научились сами, чтобы потом не спрашивали, что можно, почему и так далее. Будьте добры, приедьте, потратьте свое время. Но вы потратите это время в свое будущее. Вы заложите тот самый кирпичик, который, помните, был продан за 370 тысяч рублей. Вы заложите немного больше туда, поверьте. Вы целый шлакоблок туда положите, огромный, который даст вам огромный результат. Всех обнялся, со всеми на связи Олег Нефедев в Нижний Тагил. Спасибо, Дима. Спасибо, Олег. Кстати, Олег, Дима, я, Марат, мы уже все соседи в Эко-технополисе. Вот, и, ребят, вот прям хочу, чтобы все, кто сегодня находится в Зуме, все были нашими соседями, в городах, будем, может быть, даже не в Анапе, в Технополисе, потому что там площадка не резиновая, вот, будут еще Эко-технопоселения, и особенно, кто приедет в Дубае, прям порадуется, не буду пока забегать вперед, но порадуются, потому что именно там будет следующий Эко-технополис, и можно там будет получить дом. И, соответственно, многие смогут реализовать свою мечту, иметь там домик на берегу моря или океана. Посмотрим. И будем друг другу в гости ездить. Будем развиваться. Давайте еще, если есть вопросы, я с удовольствием по вопросам пробегусь, отвечу. Сергей, у меня есть два вопроса, можно я задам? Да, конечно. Первый вопрос, правильно ли я понял по поводу сенсов? Имеется в виду, у людей есть несколько вариантов. То есть, первый вариант, это отправить сенсы в депозит, да, сроком там 6, 12, там, сколько-то там, месяцев. Да, Руслан. Второй вариант, второй вариант, оставить их, вернее, фармить их, да, фармить, с этого получать сенсы либо USDT, да, и третий вариант, просто ничего не делая, оставляем их в кабинете и мы получаем дивиденды, да, точно так же, как сейчас, или нет? Нет, нет, дивиденды будут теперь только отправляться в виде программ, либо на депозит, либо когда вы фармите или еще что-то. Если вы просто будете их тупо держать на кошельке, они вам доходы не дадут. Ага, понял, хорошо. И второе вопрос. Почему на росте, на росте могут дать? Ну, только на росте, да. Вы даже прекрасно понимаете, смотрите, ребят, то, что сейчас, допустим, были выплаты на сенсы, на конс, это как бы, давайте так назовем, просто, ну, это чтобы было всем приятно, чтобы было всем прикольно, да, и всем понятно, но мы готовились к тому, чтобы как раз таки запустить момент депозирования, чтобы у каждого человека была возможность под личную свою стратегию ее выбрать, то есть кто-то выберет полностью все задепозировать на там, на три года, да, и получать хорошие проценты, он считает, что это норм, кто-то более хитрый начнет выдумывать для себя, высчитывать там, часть на три года, там, часть я оставлю, буду фармить, часть оставлю, буду там, их совать на курсе, то есть здесь уже стратегии YouTube вы выбираете сами, какую доходность вы можете сделать при грамотном расчете и просто немного подумать головой, посидеть, посчитать плюс-минус там математику, можно очень сделать для себя очень круто, в дальнейшем, когда заработают полностью, когда все придут на депозирование сенсов, тогда все остальные начисления, они уже будут идти полностью на конс, почему мы всегда раньше говорили, что самый важный момент в компании, что нужно иметь хотя бы у себя хотя бы один конс, почему? Потому что при максимальном масштабировании развития компании доходность будет в дальнейшем очень сильно сказываться как раз таки для тех людей, у которых есть конс, они будут видеть, что с каждым разом, с каждым годом чем больше компания, чем мощнее компания, тем больше приходят дивиденды, вот, а сенс, как бы это уже будет отдельный такой сторонний токен, который можно с ним зарабатывать, просто включив голову, то есть либо полностью депозируем, либо часть депозируем, часть оставляем, вариантов масса, их будет очень много, поэтому как бы здесь просто не спешите, вам нужно просто просчитать для себя ту стратегию индивидуальную, которую вы выберете для себя. Да, совершенно верно, то есть стратегия может быть либо спекулянта, в этом случае вы ждете и ловите там, играете на бирже, да, либо стратегия инвестора, когда вы размещаете на депозит, либо фармите. Можно вопрос задать? Понял. Второй вопрос, можно я сдам? Когда мы ставим сенсор на депозит, мы проценты получаем каждый месяц или в конце срока? каждый месяц получаете проценты и в конце срока сенсор сблокируется, вы можете дальше с ними делать все, что хотите, за это время они еще и в цене вырастут. Второй вопрос, можно Сергею сдать? Да, давай. Сергей. Второй вопрос. Марат Турбанов, Махашкала. В этом году. Подождите, пожалуйста, можно я задам вопрос? Я еще не закончил. Второй вопрос, смотрите, по поводу сенсор. В этом месяце, ну, вернее, в том месяце дивиденды должны были начисляться, да, ну, 30-го числа, как объявляли на саммите. Потом продлили до 2-го июля. Сегодня во дворе кучаства. Кучаства. 3-е июля, а дивиденды до сих пор не начислены, ни мне, ни моим партнерам. Кому обращаться по этому поводу, по этому вопросу? Господу Богу, у вас карма плохая. А если серьезно, то не надо никому обращаться. Я же сказал, 70% примерно перечислено, компания начисляет их вручную. У нас нету сейчас смарт-контракта, у нас нет блокчейна. То есть, соответственно, каждому партнеру начисляются вручную. Партнеров у нас много, а работников техподдержки немного. Поэтому наберитесь просто терпения. хорошо, Сергей, понял. Спасибо. А можно мне пару слов? Да, Марат, давай. Добрый день всем. Рад всех слышать, видеть. Ну, два слова, да. Для себя это давно все разобрал. И с прошлого года еще. И вот здесь есть такой закон, что если ты хочешь развиваться, надо быть на всех мероприятиях. это для тех, у кого, да, это для тех, у которых есть результат, да, чтобы его результат был еще лучше. Но здесь вопрос в другом, что люди некоторые, которые не имеют результат, они не имеют смысла ехать там, оправдываясь тем, что денег нет и так далее. Вот для них я бы хотел бы сказать, что вам тем более надо ехать, если у вас этот результат появился. Ну, я вот в двух словах хочу поблагодарить всех нас, Сергея Саевича, за эту презентацию, за ту дорожную нашу внутреннюю карту, да. Я думаю, по-моему, Махачкеле немного больше повезло тем, что здесь и Илья Чероков будет, и приедут ребята в турне, да. И мы здесь все эти тонкости разберем и, ну, используем для того, чтобы быть более компетентными. и призыв такой, на второй поток, на второй поток в Сочи мы еще в Анапе взяли билеты. Я вот нам смотрю в Чаде, только два человека и это вот я со своим партнером. Поэтому, если мы все дружно на второй поток пошли бы, то мы как раз и командой там сплотились бы, притерлись бы, познакомились бы, не было бы лучше нам во втором потоке как можно больше людей собраться. Все, я все закончил. Спасибо всем. Да, спасибо, ребят. Марат, ну, тебе отдельная благодарность. Ты уже, можно сказать, легенда дал консенсус. Твой пример вдохновляет. А вот пример-то по поводу событий сказал очень здоровый. И ты поймешь меня, наверное, сейчас как кто-другой. Марат просто в прошлом спортсмен. Вот представьте спортсмена, который хочет стать чемпионом, но говорит, я на сборы буду ездить, тогда, когда стану чемпионом. Как вы думаете, такой спортсмен чемпионом станет когда-нибудь? Сперва он ездит на сборы, сперва он тренируется, сперва он складывается в себя, в здоровье, в тренеров, а потом он только становится чемпионом, и ему достаются лавры, деньги, признания и все такое прочее. так что, ребят, сейчас будет по сути дела самое важное обучение в компании. Обратите внимание, когда первый раз в Сочи проводилось обучение, Марат, кстати, там был, и Дима там был, все ребята, которые там были, на сегодняшний день в топах. все сто процентов. Вот теперь представьте, что это все умножаем в сто раз, потому что в сто сорок человек пройдет это. Но на совершенно на другом уровне. И только вы выбираете. Вот сейчас это широко доступно для всех. Потом такие мероприятия будут только для супер квалифицированных людей, уже отбор будет более жесткий. И вот пока двери широко открыты, такой возможности упускать нельзя. Поэтому кто не взял еще билеты, берите прямо сейчас. Пока они есть. И мероприятия не пропускать. Я буду там с 8 числа, со второй группы и до конца. Сергей, спасибо. Илья, Луганский, Нижний Новгород. Можно вопрос? Давай, Илья. В общем, по депозиту сенсов, начисление получается ежемесячное, оно в долларах будет или в сенсах начисляется? В долларах, в USDT. Тогда вот по капитализации вопрос не совсем понятно. Чтобы считать удобнее и людям, чтобы понятно было, вот на примере 100 долларов, например, возьмем. Сейчас 10 сенсов мы кладем на депозит, допустим, на на 3 года, на 6 месяцев разберем. Там процент порядка 4% получается. 10 сенсов сейчас по курсу это 4,2 доллара получит. Каждый месяц будет получать на протяжении 6 месяцев. А, ясно. Но при этом же получается депозит, то есть сейчас это 100 долларов, в следующем месяце, например, курс сенсы вырос, это получается уже 110 долларов. он процент получает, да. А, процент больше от той капитализации, которая будет на то время. Будет всегда процент по капитализации сенсы. Чем дороже сенс, тем выше процент. Все, ясно. Кстати, пользуясь случаем, Илью хочу поздравить с закрытием 6 квалификации. Илья Нижний Новгород. Спасибо. Спасибо, Сергей. Поздравляем, Илья, поздравляем. Илья, у тебя уже и имя точно, пожалуйста. Что еще раз? Имя у тебя правильное, говорят. Правильное, да? Да, Сергей, это Эдуард, Екатеринбург. Хотел уточнить, ты сказал только что, что процент будет увеличен, если сенс вырастет в цене. Или все-таки процент останется тот же, просто будет начисляться от другой суммы, которая в долларах. Да, хорошо, что ты уточнил. Процент останется тот же самый, но денег будет больше, потому что у вас на депозите будет больше. То есть, вот допустим, сейчас сенс 10 стоит, да, соответственно, с 10 сенсов это у вас на счету 100 долларов. Если сенс стал 12, у вас на счету стало 120 долларов. Соответственно, у вас процент уже начисляется на 120 долларов, поэтому больше получите. Поэтому это нельзя с процентом и это не считается дивидендами. Это называется, и давайте привыкать, это правильно использовать везде, базовый доход. Безусловно, базовый доход. Безусловно, базовый доход. Сергей, Татьяна Нижний Тагил, Татьяна Глазунова, давайте будем реалистами на всякий случай, знаете, говорить еще о чем. Курс может и расти, а может, если мы выйдем, ну, когда мы выйдем уже на биржу DeFi, а мы все знаем, что рынок DeFi, он волонтильный, он может и падать, поэтому он может быть и меньше. Лучше настраиваться и на это тоже, и не обещать только розовый. Давайте друг другу вопрос, друзья. Давайте зададим другой вопрос. От чего будет зависеть курс? Ну, как всегда, от спроса. От всех нас. Не от спроса, спрос создают и предложения люди, он зависит от нас. От всех нас, например, никто не будем продавать, а наоборот, все будем в депозит размещать, сенсов на рынке нет, желающих получить их много. Что произойдет с курсом? Сергей, это круто, только среди нас. Может, не здесь, но среди тех, кто покупал пакеты, есть люди, которые просто захотят его слить в самом начале. Поэтому в самом начале он может просесть, а потом просто выровняться. Но он может это сделать. Наша задача их сейчас у них откупить. Как это говорят, побрить хомячков. Ну, это мы их обреем, но на бирже. Сейчас мы их как у них откупим? И сейчас можно. Умные люди покупают и сейчас. Вы думаете... А, ну я, кстати, купила недавно по четыре, да, есть такой был человек. Вы думаете, откуда у того же Марата, который начинал бизнес с 60 баксов, на сегодняшний день активов больше 100 тысяч. Он откупал у своих партнеров, желающих получить прямо здесь и сейчас, и, конечно же, по более льготной цене. И так делают все лидеры. Все принято, да. Сказала правильно, что курс может и расти, и падать, потому что почему мы не сильно спешим на внешнюю биржу, да, потому что, как показывает опыт других ребят из разных компаний, да, они гонятся на биржу, а после биржи иногда имеют бледный вид. Сергей, еще вот к тому вопросу я почему спросил, потому что на саммите Слава уточнял, что вот этот процент, который там от трех до семи указан в депозите, он уже включает, то есть он уже с ростом курса Сенсы, то есть там какой-то прогноз. включать рост курса, потому что никто не знает, вырастет он или упадет. Ну вот да, меня тоже вот эта фраза, она как бы... Он имел в виду другое, он имел в виду, он включает то, что чем больше ты держишь токен на депозите, на больший срок, тем больше ты, собственно, интересен для компании. Потому что ты этим самым поддерживаешь рост курса. То есть люди, которые не продают, они способствуют поддержанию, поэтому у них и процент выше. Он и сказал, это включено в этом, в сроке депозита. Понятно. Ладно, хорошо, теперь все ясно. Ну что, ребят, я от всего сердца желаю вам успеха. Надеюсь, увидимся с вами в Сочи на обучение, а потом в Сочи на форуме. А со многими еще из вас увидимся в рамках турне. И всем желаю, чтобы ваша команда приросла. Спасибо, спасибо, удачи всем нам. Спасибо. Благодарю. Благодарю, ребят, благодарю команду. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Сережа. Спасибо. Пока-пока. Спасибо, Сергей. Пока-пока, да. И за поздравления спасибо отдельное. Спасибо.